Здарова! Сегодня будет довольно много инфы, поэтому начнем без лишних вступлений. Вообще сейчас можно увидеть массу обзоров на Samsung 20 серии, и все они как один говорят о том, что версия на Exynos крайне слаба. Ну что ж, давайте разбираться что да как. Формальный Exynos 990 новый чип, но со старой компоновкой. Да, вы уже знаете, что это лебединая песня, ядер M от Samsung, и дальше мы будем видеть только ванильные ашки от самой ARM. Можно ли сказать, что это решит все вопросы? Как по мне, нет, абсолютно нет. Ведь проблема Exynos была программной, а не аппаратной. Неспособность обуздать и использовать с умом всю грубую производительность и приводила к печальным последствиям. Мы увидели это, начиная с Exynos 9810. Но это я уже вангую, конечно. Надеюсь, я не прав, и отказавшись от жирнющих эмок, Samsung запили топовый камень. Но опять же, я чуть ли не единственный технарь на ютубе, который в состоянии сохранить свою пятую точку в целости при обзоре данного камня. Так что властью данным смс-голосованием, позвольте мне рассказать свои мысли насчет этого куска кремния. Кластера тут с компоновкой 2, 2, 2, 4, и это до сих пор единственная однокристальная система с настоящей трехкластерной компоновкой, а не тупо разделенный блок кластера BIC по частотам или кэшу. Отличия от предшественника Exynos 9825 очень значительные, ну, зажимайте пальцы. Графика новая, Mali-G77 вместо G76, блоков меньше, но они производительнее. Ядра M4 отошли в сторонку и уступили место ядрам M5, как BMW, только Samsung. Средние ядра A75 эволюционировали в A76, и что самое интересное, пожалуй, оперативная память стандарта LPDDR5 с максимально теоретической PSP в 44 гигабайта в секунду. Единственное, что не тронули, так это ядра A55, ну, так их до сих пор не на что менять. В общем, логично. То есть, вы понимаете, изменений много, и они коснулись почти всего. Но начнем мы традиционно с пиковых показателей в бенчмарках. Geek 4, ну, традиционно высокая производительность на одно ядро, а по мультикору в спину дышит 990, но уже Kirin. Чтоб их нейминг, блин, а? Как видно, особого прироста по грубой производительности нет. Как мне думается, ядра M5 недалеко ушли от M4. А по мультипотоку все, как обычно, упирается в потребление, которое тут примерно тоже. Ведь нормы производства остались теми же, 7 нанометров. Гораздо больше прирост удалось обнаружить в плане графики. Тут прирост более чем значительный, и по пиковым показателям удалось обойти и Kirin 990, и Snap 855+. До A12, правда, не дотягиваемся, но GFX всегда был лоялен к яблокам, в отличие, например, от 3DMark. В разрешении 2К ситуация примерно та же, разве что маломощные чипы тут проваливаются сильнее. Масштабируемость. Ничего интересного от слова совсем. Хорошая стабильность на всем протяжении и провал после 4 потоков. Где мы это видели? Правильно, в том же Exynos 9825. Тут прекрасно видно, что производительность выросла, но характер работы остался абсолютно тем же. Если же сравним с 855+, то последний смотрится немного слабее. Но напомню, для тех, кто совсем в подземельях сидит. Что 855 серия на поколение старше, чем 990, а его аналог реальный это 865. Так что можно сказать, что по процессорной части 990 Exynos в целом лучше, но опять же не во всех режимах. В сценариях с малым количеством потоков южнокорейский просто сильнее и стабильнее. Как только потоков 5 и более, предпочтительнее 855+. Но тут интересный момент. На 855 и 865-х процессорах можно найти массу смартфонов, а значит и разные реализации планировщиков. Бьюсь об заклад, какой-нибудь OnePlus или кастомный Xiaomi могут вытянуть многопоточные нагрузки куда лучше. Тогда как на самсунговских процессорах есть только то, что дает производитель. И раз уж мы заговорили про разнообразие планировщиков, то упомянул, что у Samsung есть малый калибр в виде Exynos 980. Так вот, тот чип можно будет встретить на смартфонах Vivo. И будут ли отличия по планировщику, там хороший вопрос. Напоследок посмотрим средние показатели по всем флагманским Exynos, начиная с 9810. Ну что можно сказать, производительность на одно толстое ядро сильно не изменилась, но вот уже на два потока и далее разница налицо. Еще крутая мелочь, посмотрите на производительность на трех потоках. Классическая компоновка 4 плюс 4 у 9810 все-таки давала свое преимущество. Теперь про стабильность будем использовать часовой тест в троттлинг-тест. Вот результат. И тут надо остановиться. У некоторых блогеров получились совсем другие данные именно по производительности. Я не знаю почему, но предполагаю, что народ либо забыл включить производительный режим, который спрятан на стройках батареи, либо просто по дефолтному режиму он запускал сам тест. Если не запущен какой-нибудь известной системе Benchmark, то судя по описанию режима, процессор может быть ограничен до 70% мощности, что бы то ни значило. В общем, учитывайте это. Сам же режим, судя по всему, немного отличается от того, что используются в смартфонах Huawei и не дает увеличения лимитов по нагреву аккумулятора. Итак, вроде результат так себе, но давайте его оцифруем. Пиковая производительность достаточно высокая и это хорошо. Давайте сравним этот результат, например, с рокфоном, который работает в X-режиме, но без вентилятора. Напомню, скриншот выглядит вот так. Оцифровав два результата, получается, что разница-то не очень-то и большая. Опять же, с одной стороны геймерский смартфон, которому по ходу теста превращается в фаербол, с другой стороны фактически камерафон. Я бы не назвал этот результат провальным, ну согласитесь. И ради справедливости добавим тот же Kirin 990 в производительном режиме. И снова результаты подозрительные схожи. Ничего интересного. Ну и не буду томить то, что разочаровало некоторых коллег больше всего троттлинг при графической нагрузке. Ааа, ну что тут сказать? Вот результат в 120-герцовом режиме и разрешении Full HD. Да это прям вот жесть. Причем, вот вам не оцифрованные данные с прогоной в 60-герцовом режиме. Но и это не помогло. Результат в итоге скатывается в то же состояние, что и в 120-герцовом режиме. Но есть интересный момент. Если мы возьмем результаты ROG Phone 2 при 120-герцовом режиме и сравним с 90-герцовым режимом у Samsung, то вот что получается. То, что результат провален с точки зрения троттлинга, ну это очевидно. Но куда интереснее, что пиковая графическая производительность выше, чем у 855V+. Честно говоря, после кучи разгромных видео, я думал, что и по этому параметру Exynos уступит снапу прошлого поколения. Или хотя бы будет равен. Но нет. Но это мы видели, в общем, и в начале ролика. А вот сравнение с Exynos 9825. И это как раз то, что и вызвало бурю недовольства. Устоявшаяся производительность в итоге получается заметно ниже. И это справедливо и для 60-герцового режима. В итоге производительность получается на самом деле примерно на уровне Snapdragon 730G. Та же ситуация и с Kirin 990, который хоть и не обладает образцовой стабильностью, но работает хорошо. Вам, наверное, интересно, как же так получается. Процессорная часть тут вполне нормальная, а вот с видеокартой явные проблемы. Или нет. Давайте попробуем докопаться до причин возникновения такого поведения. Может мы чего-то просто не понимаем. Для начала глянем на температуры. Вот, например, сравнение с Kirin 990, который выступил гораздо лучше. Так как графики тут относительные, я разметил вам 20 и 40 градусов, чтобы было удобно сравнивать. Режимы одинаковые, Full HD и 60 кадров. Как видно, максимальные температуры примерно равны, разница лишь в динамике нагрева. Значит, лимиты по нагреву, как я изначально предполагал, не сильно зажатые. Интересно еще и то, что температура корпуса у Samsung невысокая относительно других, что также выглядит странно. Самыми банальными и вероятными вариантами я вижу два. Либо Exynos 990 реально жрет уйму электричества, из-за чего и происходит нагрев. Либо это конструктивный недостаток. Второе, мы проверить без разбора и рута не сможем, а вот первый тезис без проблем. Для этого нам нужно прогнать эту же сцену, но так, чтобы смартфон не троттлил. И сравнить с результатами другого смартфона в таком же режиме. Если Exynos потратит значительно больше энергии, значит довод в пользу неэффективности верен. Если результаты будут схожими, нет. Правда, есть одна тонкость, если будете повторять мои тесты. Чтобы сравнить потребление разных смартфонов в этом тесте, нужно убрать из уравнения экран. Так как при большой диагонали он будет жрать довольно много. Проблема в том, что GFX на Android задирает яркость на максимум в этом тесте, что умножает погрешных. Чтобы этого избежать, я использовал программный диммер, который с помощью наложения снижает яркость. CPS такой фокус не пройдет, а вот самолет легко. Так как потребление тут зависит от отображаемого цвета конкретного пикселя, а не цветодиода в подложке. Итак, вот вам скрины с дополнительного прогона. Прошу простить, было лень оцифровывать. Kirin удалось охладить ниже 20 градусов по батарее. Смартфон ожидаемо идеально отработал. Троттлинг около нулевой. А вот Exynos, ну, смешно, конечно. Температуру удалось удержать ниже 24 градусов. В среднем 21. Но этого не хватило. И примерно 6 прогонов смартфон все равно троттлил. Не, ну можно было положить его там в морозильник, но как по мне это уже перебор. Тем не менее, 6 прогонов это много. Поэтому среднее потребление будет очевидно ниже, чем могло быть, работая он без троттлинга вообще. Почему я не переделал этот тест? А вот взгляните на среднее энергопотребление за эти самые 30 минут. То есть даже находясь в более мягких условиях, галактика потребляла примерно на 40% больше энергии, чем Huawei. Huawei тут просто для примера. Я, в общем, мог взять любой другой топовый смартфон даже от того же Самсунга. Просто у меня его на руках нет. И, конечно же, это не могло не отразиться на уровне автономности, который рассчитал сам бенчмарк. Ну и, как видите, данные эти очень хорошо коррелируют с графиком энергопотребления. Вывод тут прост. Проблема реально в энергопотреблении. Почему-то графика сильно прям жрет электричество. И хоть корпус смартфона греется не сильно, я не думаю, что это усугубляется плохим отводом тепла. Но чтобы это проверить, надо уже разбирать смартфон. Чувствую, игровой тест будет прям вот веселым. Ну а мы едем дальше. А перейдем мы к самому соку. Оперативка. Она тут нового стандарта DDR5 с увеличенной PSP аж до теоретических 44 гигабайт в секунду. Это вдвойне важно, так как графический ускоритель также использует оперативку для собственных нужд. И сразу отвечу на логичный вопрос. А может ли быть так, что именно оперативная память нового стандарта настолько сильно греется, что перегревает однокристалку? Я думаю, что это маловероятно, так как нам обещают еще меньше энергопотребления, чем было до этого. Но в худшем случае там будет тоже примерно потребление. Но я не думаю, что более того. Это можно будет потом проверить как-нибудь, если найдутся два смартфона на 865 снапе, так как он поддерживает сразу два стандарта. Ладно, перейдем к тестам. Скорость чтения возросла, но не сильно. Никакой революции тут я не вижу. Копирование. Тут вообще смартфон уступил своим предшественникам. Не сильно, но все же. Задержка примерно та же, что и была, но она и так лучшая в отрасли. Как видите, разницы либо нет, либо прирост не сильно впечатляет. И тут я подумал, что неплохо было бы прогнать еще какой-то тест на оперативку. И тут я вспомнил про OpenCL. Довольно старая и капризная эксотверная реализация IP, но с ее помощью можно понять, какой доступ к оперативке имеет графический ускоритель. На Android есть Bench OpenCLX, это довольно древнее говно мамонта, но он дает довольно точные данные от смартфона к смартфону с одинаковым железом. Опять же, я пока не стал однозначно полагаться на эти данные, но они похожи на правду. Итак, копирование в оперативке средствами OpenCL. И тут 990 показывает лучшую скорость, но согласитесь, как-то вот на новый стандарт не тянет. Тут, кстати, тоже есть хороший скачок от, например, 730 снапа до даже 835, что в общем так и должно быть. В общем, новый тип памяти нам ничего существенно не привнес. Ах да, ну раз уж мы про OpenCL, то давайте покажу и производительность с плавающей точкой на графическом ускорителе. Ну, тут не удивительно, что Adreno лучше. Майнить лучше на Qualcomm. Теперь поговорим про веб-тесты. Возможно, новый планировщик будет работать лучше. Я в список девайсов добавил результаты iPhone XR на A12, чтобы вы понимали, насколько далеко ушли эти девайсы в данной дисциплине. Octane. Результат такой же, как и у прошлых однокристалок. Kraken. Примерно тот же результат, что и был у 9825. На Jetstream новый однокристалок отреагировал лучше, но опять же, никакого прорыва. Ну и закончим эффективностью. На этот раз я избрал другой подход. Проверил его на нескольких смартфонах и пока остался доволен. Но перед пояснением покажу данные, полученные со старой методики. Среднее потребление в игре при 60 кадрах в Full HD и половинной яркостью. Ожидаемое потребление довольно высокое. Ну, не сказать, что прям вот аномально высокое. Впрочем, тут большее влияние на данные оказывает сам смартфон и его компоненты, такие как экран, яркость, накопитель, Wi-Fi модуль и вообще всё. А вот как выглядит более простая и, соответственно, контролируемая нагрузка с минимальным влиянием экрана, потому что он был выкручен на минимум. И вот тут уже потребление однокристалки вылезает довольно заметно. Обратите внимание, на той же сцене 10 ноут тратит энергии меньше. А вот уже новые данные с новой методикой. Для этого я высчитал коэффициент, то есть разделил среднее энергопотребление за тест на среднюю скорость выполнения. Причем тут есть подпись BIC, то есть это данные без учета троттлинга. То есть смартфон я принудительно охваждал, чтобы дать им возможность выполнить задачу на толстых ядрах. Слабые ядра A55 я тоже попытался рассчитать, дав смартфоном перегреться, но пока те данные имеют слишком малую точность, ибо всё равно, так или иначе, подключаются большие кластеры. Впрочем, пока наблюдаем. И картина в общем похожа на правду, что Exynos 990 и что 9825 имеют невысокую эффективность, что подтверждается и другими тестами. А вот высокая эффективность Kirin 990 и 980 тоже вполне коррелирует, например, с игровыми тестами и тестами на автономность VGFX. Так что пока что картина выглядит правдоподобно. Ну и наконец вывод. Процессорная часть стала быстрее. Не намного, но разница прощупывается любыми тестами. Как на практике, ХЗ надо взять, положить рядом Exynos 9825 и посмотреть. Троттлинг процессорной части не слишком-то агрессивен. Но вот энергоэффективность так себе. Батарея будет уходить быстрее, чем на 9825. Разочаровала графика. Да, производительность находится на высоком уровне. 990 обходит тот же 855+, довольно уверенно. Но вот энергопотребление и тепловыделение становятся слишком высокими. А планировщик не способен быстро отреагировать и главное вернуть производительность после остывания обратно. Как это происходит на Kirin 990, например. Поэтому для игр очевидно нет. Судя по результатам, проблема именно в энергоэффективности, а не излишне агрессивном алгоритме троттлинга или неудачной конструкции смартфона или его охлаждения. Обычные же пользователи снова особой разницы, наверное, заметить не должны, кроме повышенного, наверное, расхода батареи. Ну и в этом тесте я не изучал Wi-Fi, Bluetooth и работу GPS, как вы понимаете. Что с ними, пока не знаю. Ну и вы можете спросить, похожа ли эта ситуация на провал со Snapdragon 810. Отвечаю, даже не близко. Тогда все было настолько плохо, что из-за перегрева смартфон не мог и 5 минут проработать на максимальных частотах. И на этом разочаровании я прощаюсь с вами. Субтитры сделал DimaTorzok